Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули. Мне безумно приятно, что вы смотрите мои видео. И вообще, за последнее время просмотры на моем канале резко увеличились. После вот этих вот деревенских влогов. У меня даже негатива на канале нет. Вот-фу-фу-фу, сейчас сглажу, начнется. Вот, как-то всем настолько понравилось, что прям негатива нет. В общем, сегодня у нас роллы мои любимые. Я очень хотела, решила себе не отказывать. Тем более, и мамочки нет. Мне приходится и убирать, и какие-то домашние дела делать. И стирать, и гладить. Поэтому я решила особо не готовить, заказать. Тем более, мою карту заблокировали. И получается, у меня только есть немного налички. Я могу этой наличкой себе что-то заказать. Поэтому я выбрала роллы. Хотя у меня есть еще одна карточка на черно-причерный день. У меня мама угорает с меня. Она говорит, у тебя есть карточка на черный день? Есть деньги на черный-причерный день. Но мне кажется, это очень хорошо. Представьте себе, ваши все средства лежат на одной карточке. Не дай бог, что-то произошло с этой карточкой. А что дальше делать? Поэтому у меня несколько карточек в разных валют. И они как бы разных банков. Идеально. Вот такие вот дела. Быстренько поем. И на день рождения. Обычно день рождения сытыми не идут. Но кто сказал, что я наемся этим? Там тоже обязательно поем. А как без этого? Они там особо не отмечают. Так чисто. В семейной компании. Ну и такая мечта. Я хочу в следующий свой день рождения отметить как-то круто. Позвать всех. Сначала хотела снять квартиру от Flight Towers. Это вот эти вот здесь. достопримечательность Азербайджана. Но когда я узнала цены. Я не знаю, это цена с посредником, посредником, посредником. То есть, учитывая расходы на всех посредников. Мне сказали такую цену. За эту цену можно купить себе 12-й iPhone Pro Max. За один день. Я подумала, что это слишком дорого. и это мне не по карману. Я хотела там снять квартиру. Заказать кучу роллов, пиццы, фастфуд, чтобы не нужно было ничего готовить. А то, например, мой день рождения, а мама с утра до вечера пашет, готовит. Да ну нафиг. Вот элементарно мама говорит, когда будешь выходить замуж, нужно два комплекта посуды. Одну для родственников, гостей, которые приходят к тебе, другую для тебя. И каждый из этих наборов стоит 50 тысяч. У меня такие глаза по 5 рублей. В смысле? На эти деньги можно туда-сюда походить по ресторанчикам, позвать гостей в ресторан. Раньше я всегда мечтала о огромной даче где-то за городом около моря. Потом один раз, когда болтали с женой и двоюродным братом, она сказала такую умную мысль, и я так подумала, черт возьми, она права. Она мне сказала, вот купишь ты, например, дачу или построишь ее сама, сколько ты денег потратишь? Я говорю, ну не знаю. И она говорит, ну потратишь ты, например, 2 миллиона. А сколько времени ты проведешь в этом доме? Я говорю, ну ничего, летом буду ездить. И она мне говорит, так не легче ли летом ездить в разные районы, в разные места и снимать там дачи. Каждый раз платить там, не знаю, по 7-8 тысяч. За 8 тысяч можно арендовать очень офигенную какую-то избушку, беседку где-то в лесу. Там будет неподалеку пруд. В районах вообще расценки такие, знаете, смешные, очень все бюджетно стоит. Я так подумала, реально она права. вот зачем строить этот дом, который, по сути, имеет очень небольшую ликвидность, вкладывать свои деньги, например, в недвижимость такого рода, нецелесообразно по мне. дай бог вот эти все ограничения снимут. Можно будет куда-то слетать. очень хочу отдохнуть куда-нибудь, хоть в Турцию. У нас вообще билеты в Турцию стоят копейки, да и в принципе в Турции все дешево. Можно поехать отдохнуть, снять влоги, мукбанги. Я сразу думаю, где можно снять видео, пофоткаться и так далее. Не просто, где можно отдохнуть, а где можно еще видео снять. У меня есть такая характерная черта. Например, один день я даю себе слово, что все, я ничего не буду делать, я просто буду сегодня отдыхать. Я, например, целый день ничего не делала, просто отдыхала. На следующий день мне так фигово становится. Да даже не на следующий день. В этот же день вечером меня жутко прям, знаете, совесть мучает. Я думаю, блин, целый день ничего не делала, столько дел. и все, со следующего дня я начинаю прям хорошенько работать. То же самое у меня было с экзаменами. Например, сессия началась, я думаю, блин, столько всего учить, не дай бог еще срежусь. Срезать, то есть не сдать экзамен и заново сидеть на этом экзамене. Я каждый новый семестр говорила себе все, айка. Это был последний раз. Со следующего семестра я каждый день учу, не знаю, по 5-7 вопросов. Сама с собой договорилась. Проходит немножко время. и что вы думаете? Опять оставляю на последний день. Это ужасная черта характера. Я с этим боролась прям все университетские годы. Так и не смогла победить. вы знаете, ладно бы те, кто где-то работали. Было много у нас студенток, студентов, которые где-то работали. И вы знаете, дело не в том, что прям они сильно нуждались в деньгах. Была одна девочка, которая с первого курса работала, хотя она была из очень обеспеченной семьи. Это просто развитие, так скажем. У нее действительно времени не было, чтобы все это учить. Учителя немножко даже делали скидку в этом плане. У нас в универе учителя были очень понимающие. У них не было такой цели, что прям завалить тебя на экзамене. была цель, чтобы ты просто состоялся в жизни. У нас один учитель однажды сказал очень интересную фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь. Он сказал, дело не в том, что ты должен знать, что такое ликвидность, ты должен знать все эти термины, что макроэкономика, микроэкономика, ты все это должен знать. Дело не в этом, он сказал. И студент ему сказал, а в чем же профессор? И он сказал, я просто не хочу, чтобы мои студенты где-то работали, не знаю, продавцами, где-то работали на рынке. Если я встречу завтра тебя, говорит, на рынке, мне будет очень обидно, что знания, которые я тебе дал, ты никак не смог применить в своей жизни. Это мне кстати запомнилось и он тоже действовал по этому принципу, то есть ему не главное, что ты прям выучил. Очень хорошие учителя были. Не все, большинство. Кто работал, кто нашел себя, как-то шли на уступки. Следующий пошел. ой, как заходят. Смотрите, какие роллы. Я только наполовину макаю. Слишком соленый этот соус. Либо как-то надо разбавлять с водой, либо наполовину макать. как мне нравятся вот эти роллы. Как они мне нравятся с креветочкой. Они называются спайсы с креветкой. Хочется сложно брать этот вкус с креветки. Обожаю. Поближе к себе перетяну. когда роллы остаются, они становятся невкусными. поэтому желательно их доедать. Мы один раз сделали заказ. Я помню, по-моему, 130 роллов было, и мы даже не уточнили у компании, едят ли они роллы или нет. Оказалось, что нет. У меня, например, парень не любит роллы. Как можно их не любить? Они получаются остались на следующий день. Уже рис не то было. Рис такой жестковатый был. Не знаю, мне как-то не очень. Все надо свеже кушать. уже темнеет на улице. Я такая сижу, думаю, надо было ринг-лайт поставить. И кухту заляпала. В общем, умничка. Я поела, наелась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мне будет очень приятно, если ты подпишешься. Буду стараться еще больше, если ты все равно меня смотришь. Если все равно пишешь комментарии, ставишь лайки, что тебе стоит подписаться. Если вы еще не доели, то приятного аппетита вам. Всем пока.